Всем привет! Итак, я вчера в 12 ночи стал обладателем Far Cry 4, Gold Edition, кстати, и сейчас уже 18 число, вот вечер, 19 часов 43 минуты, и вот недавно NVIDIA выпустила драйвера специально под игру Far Cry 4, вот версия называется 344.75, это GeForce Game Ready Driver, он специально вот позволяет играть с лучшим, грубо говоря, настроем, там, графикой и производительностью Far Cry 4, Dragon Age, Crew и Вовку. Вот, сбросил я все настройки NVIDIA в дефолт, то есть настройки согласно 3D-приложению, сейчас посмотрим, как эта игра вообще. Что изменилось, что добавилось, я уже заходил, правда, сейчас я еще наглядну и покажу. Добавилось много чего, тем более Repack-версия, которую я делал раньше в видео, была 1.0, сейчас Steam уже первый патч был и, ну, соответственно, стал 1.3. В общем, меньше слов, давайте покажем, что и как. Ну, вот моя система, если так по-пустому. Так, ну, заставку жалко нельзя исключить. Резать не буду, видео буду кидать в полном качестве. Вот, появилась новая доставка от NVIDIA, в Repack ее не было. Так, конвертить, в общем, не буду, буду выкладывать сразу оригиналы. 50 Мбит поток видео идет от Shadow Player. Full HD 60 FPS. Так что, если я что-то там скажу, то не так, не пишите в комментариях, типа, не подготовился. Поэтому только что сам с работы пришел, хотелось бы, по-быстреньку, сделать видео о нововведениях. Сразу, Gold Edition, что это? Наборы снаряжения. Мне почему-то дали очень много всего. Всякие, ну, закрытые, соответственно, оружия. Но это об этом потом, я думаю, еще не разобрался сильно. Настройки сетевой игры, ну ладно. Что добавилось и что убавилось. Субтитры русские, так и было, вот, сложность убралась. Но она при выборе в начале игры будет. После ее изменить, по-моему, нельзя. Отметка об оружии, это, ну, при прицеле на чувака, он будет виден за стеной. Но он, то есть, появляется над нем. Значок специальный. Ну, это, в принципе, все знают с Far Cry 3. Звук и музыка, все осталось. Геймпад, не будем. Мыши, клава, то же самое. Интерфейс, все то же самое. И видео. В видео, что самое важное. Добавили в самом дополнительных настройках масштаб, поле зрения, что так все и хотели. Я, наверное, для начала выключу музыку, потому что очень-очень плохо слышно. Ну и... Классно. Ладно. Бог с ней. Так, у нас появился вот масштаб поле зрения, то есть он меняется от минимума до максимума. Если по клавишам бить, то это 10 разных значений. И, соответственно, угол обзора. Конечно же, это влияет на FPS и картинку. Но это позже тоже посмотрим. Травная буферизация также осталась. В режиме вертикальной синхронизации разряженной обычной тоже остались. Настройки цвета поменялась картинка. А все остальное также. Графика. Что ж поменялось. Вот, добавились разнообразие деревьев. Я его пока выключил. Пока не видел, в чем разница. На FPS жрет хорошенько. Так, ну начнем с пресетов. Также, по-моему, все пониже. Низкая. Вот. Окружающая среда тогда не менялась на низкая. Сейчас меняется на низкая. Средняя. Средняя. Высоко. Все на высоко. Разнообразие выключено. Очень высоко. Тоже выключено. Прикольно. Максимум. Вот. Максимум это. Включается все, кроме нвидиевских настроек. И сама. Вот. Нвидиа появляется тень. Максимум. И нвидиа включает мягкие тени. Все это, конечно, поддерживается. И все, конечно, красиво. Но. Вот это вот сглаживание. Конечно, все портит. Сумеречные лучи поменялись. Здесь были нвидиа годрей. Стала расширенная. Выключенный объемный туман. Ну. В принципе. Просто название поменяли, по-моему. Вот. Мех остался. И разнообразие деревьев. Принимаем. Нвидиевскую настройку. И. Быстро заходим туда в игру. Слушай, у меня есть сезон пасс. Странно. Ладно. Конечно же, сейчас будет очень жестко по фпсам. Я уже прошел первую вышку. Потом видео будете ждать. Если хотите, посмотрите, конечно. Но желательно посмотреть. Но без оптимизации, без драйвера я проходил. Вот. Я вышел. Все на ультра. 47 фпс. Поворот. Конечно. Деревья будет теряться до 40. Что изменилось? Лучи стали, не знаю, красивее что ли. Может быть, время суток. Тут еще есть фишка менять, как GTA. Время сна. Надо быстренько так показать. Пока в одном видео все соберу. Ну. Магазин. Вот. Пополнить. Купить и настроить. Очень много всего добавилось. Костюм крыла почему-то. Раскрашены солоны. Фишки разные, пистолеты. Уникальное оружие. Вот он, дезинтегратор любимый. Все оружие, которое было недоступно в Far Cry 3. Сейчас нужно будет это, ну, получать ранги. И так далее. Насчет кровати. Вот. Время. Меняем стрелками влево-вправо. Ну, давайте, хоть не знаю. Ну, вот он показывает вот внизу цепь первоплата. То есть, я не могу мышкой покрутить. Там есть солнце и луна. Вот. Это, наверное, будет... Три... Три часа вечера, что ли. Я не знаю, чем он крутит. Ну, да ладно. Давайте, переним, что есть. Вот. Да. Получается, я... Ночь. Звонок прям как ГУЭТА. Мы просыпаемся. Ну, это чтобы, если ночью не кайф, в рейд идти. Время прокрутил и... Пошел с утра. Да. Получилось, мы... Ну, вечереет. Что изменилось, я так даже наглядно не скажу. Но угол обзора... Давайте вот встанем вот так. Мы будем видеть горы слева. Вот граница лево и право. То есть, раз, два, три, четыре, пять гор у нас. И по-быстрому поменяем настройки с нуля. Масштаб поля зрения. О, блин. Жесть. То есть, три горы влезают. Раз, два, три, четыре, пять. На этом они захватили. То есть, три горы. Очень-очень-очень-очень близко. И очень-очень неприятно играть. Так. Вот так стояло. Ну, и... Я думаю, не будем по каждому. Сразу половину. Посмотрим, как это там. Ага. Прибавилось. Где-то... Не полностью пять, а по половинке снизу. Ну да. По FPS, конечно же, это прибавляет FPS. Потому что видеокарта обрабатывает меньше. Поле зрения. Ну, я ставлю на максимум. О, вау. Сразу прям... Панорама. Красиво, конечно. Падение FPS уже не такие большие. Вот 45 держит. 40 падает, конечно. Не так все гладко. Ну, это со сглаживанием PX-A. Конечно, оно очень много чего ждет. Можно его немного подобавить. Майс-ма, например. Мягкие тени. Вот, убрали сглаживание. Полтинник. Вот уже 60 в некоторых сценах. Боу-боу-боу. Хотел бы я падать. Что с обезьянами? То же самое осталось. Мех. Такое же. Так, ну, лучи они утром. Вдаль. Линия. Ага, есть немного ребристости. Если это увидится на YouTube, конечно, не знаю. Но я вижу небольшие. Как YouTube сожмет, тоже неизвестно. Так. Что еще? Вот разнообразие деревьев. Конечно, настройка непонятная. Но FPS прибавился. Ну, давайте запомним где-нибудь в такой серьезной сцене. Вот дерево. Вот на него смотрю. 52 FPS. На него смотрю. 51 FPS. Ну, не знаю. Так. Что еще? Карта, конечно же, появилась в лицензии. Я уже открыл вышку. Вот так она выглядит. По центру. Это я по центру. Масштаб, контрольная точка. Фильтр. Вау. Тут очень много всего. Подсказок, что, как, места, события, предметы. Ну, прикольно, конечно. Так. Ну, это лицензия. Соответственно. Навыки. Все то же самое. Изготовление, то же самое. Прогресс, то же самое все было. Это то же самое. Тактика. Ничего не изменилось. Так. Что еще? Вертикальная синхронизация, конечно, не кайф. Мне нравится. Пуф. По-быстрому. Ну, мягкие тени. Давайте посмотрим, как это вот. Где-нибудь тени, наверное, идти, чтобы она была недвижимая. А, вот здесь вот где-то. Или вот здесь. Так. Это включено. Мягкие тени. Давайте, по-моему, выключим. Ну, даже не знаю, меняется что-то или нет. Хотя, все включено. Ну, не знаю. Сильно еще так на эти тени не обращал внимания. Ну, что сказать. Теперь уже похоже на Far Cry 3. По полю зрения. То есть ширина. Больше помещается в кадр. Легче видеть, кто где бежит. Есть-то. А, вот. Прикольная фишка, кстати. Автовождение. Shift нажимаем и поехали. Руки я убрал с клавиатуры. Все. Куда он едет, правда, я не знаю. Может, на какую-то точку. Еще не определился. Может быть, можно ставить место назначения по карте. Например, вот сюда приедет. Ну, ближе вот сюда. Приедет он, интересно. И остановится. Ага. Па. Останавливается. Значит, точку можно показывать где угодно. И просто пойти чайку себе налить там в бутерброды. А если дальше выключить, он поедет неизвестно даже куда. Так. Нападение есть на 45. В темно. Можно выключать. Так красиво для скриншотов там весь. Оп. Давайте сделаем скриншот. Так, давайте на меня тут не ори. Понятно. Что еще? Ну, вот с деревьями. Ну, сейчас где-то тут побольше деревьев будет. Вот сюда. Так. Правда, вы не видите FPS. Это в ShadowPlay такая фишка. Жалко, она не снимается. Так, 47. Разнообразие уберем. Полтинник. Полтинник. То есть, 3 кадра в секунду, он как-то куда-то девается. Я не вижу, куда правда. Но разнообразие может на процессы влияет, что там больше ветки гнутся или листья. Надо будет потом посмотреть где-нибудь, что это описано. Она вот сытает. Так, что еще? Так, СМА. Ну, можно выключить вообще ее. Посмотреть, как это будет. Разнообразие. Вот без сглаживания, но вот видно, что рябь по деревьям идет. Сразу FPS подрос до 60. Видно, что рябрит и все становятся вот так вот. Ну, и калаш как-то выглядит по-уём. Пробуем, может, X2. 40 кадров. Не, ну для одной видеокарты слишком. Так, мы включим вот так. В принципе, быстренько о всех новых фишках. О новых драйверах, об оптимизации, автовождении, там, в лихих деревьях. Пули даже видно, куда летят. Звук такой прикольный. Я потише, правда, сделал. Нет, не туда. Ну, самые, конечно, живущие настройки, это объёмный свет. Если его выключить, вообще будет пипец. Ну, давайте выключим и сумречный, и выключим это, и объект даже выключим, и тень, и так не сильно поможет вот так. 60 фп стабильные, даже 65. Ну, это чисто для максимальной такой вот производительности. Посмотрится, конечно, по-разному. Так, всё включим. Ой. Ну, 60 на полтине падает. Немного дрожит при повороте картинка. В общем, что, буду подбирать себе фпс не меньше 60, выберу всякие фишки потом. Это так для обзора, всё на максимум поставил, чтобы хорошенько играть. Потому что нужно прицеливаться, очень чувствительность мышки сразу теряется при таких минимальных фпсах. Так, всё, закругляемся, всем спасибо, выложу сразу оригиналом, не буду вырезать ничего. Всем спасибо, смотрим прохождение, подписываемся, и всем удачи. Купите Far Cry, это охренеть. Субтитры сделал DimaTorzok